На самом деле гриб называют ложной лисичкой, но при том, что он ложный, он съедобный. Условно съедобный гриб, очень хороший в засолке. Называется он говорушка оранжевая. Смешное название, да. Говорушка оранжевая, их солят. Их, как вы, наверное, все собираете и волнушки, и горькушки, и сирушки. В принципе, вот этот гриб ничем не хуже перечисленных. То есть, если вы берете горькушки и сирушки, то вы можете брать и эти говорушки. Как обычно, 3 дня мочим, солим, едим через 45 дней. Но, честно говоря, а это смотря кто как делает. В принципе, я рекомендую отваривать соленые грибы. Холодный засол, это у нас грузди и рыжики. Потому что это грибы, во-первых, вкусные, и после отваривания они эти вкусовые качества теряют. Во-вторых, они абсолютно съедобные, а не условно. Так что, если вы будете брать говорушку оранжевую, то, конечно, лучше ее после вымачивания еще и хорошенечко отварить полчасика. Ну, сейчас очень грибной год, я не вижу необходимости ее брать. При том, что вот это вот, в принципе, все я набрал чуть меньше, чем за час. Я думаю, что если вы пойдете часа на 2 и на 3, вы наберете прекрасных, хороших, вкусных грибов. Так что, в принципе, это вы можете взять, чтобы добавить в соление. Она после отваривания, правда, не очень становится симпатичной. Она практически теряет вот этот красивый рыжий цвет. Вот, поэтому, ну, для ассортимента вы можете ее взять. Она, по крайней мере, ну, не ядовита. Вот я их тоже сюда принес. Видите, они бывают достаточно разные. Бывают очень красивые, бывают очень рыженькие. Бывают абсолютно белые. Так, ну, вот эти грибы, я думаю, вы тоже знаете. Это дождевики. Да. Дождевиков огромное количество видов. Все они съедобны в молодом возрасте. Сейчас я найду ножичек. Мы проверим, насколько возраст вот этих дождевичков молодой. Ну, то есть, это достаточно просто определяется. Вы берете их, разрезаете. У них должна быть зефирная консистенция, и внутри они должны быть абсолютно беленькие. Вот они здесь беленькие, похожи на зефирки. В принципе, у них нет ярко выраженного вкуса. Но, если вы готовите какое-то интересное блюдо для гостей, вы можете порезать их кубиками. И очень красиво пожарить. У вас будет практически жареный зефир. Можно даже сделать гриль из дождевиков. Но это будет необычно. Если приправить это какими-то другими грибами, например, белым тем же самым. То есть, они, в принципе, впитывают любой вкус. Ну, есть такой сыр тофу, наверное, знаете. Используют его как, ну, тоже, в принципе, белковая основа, к которой добавляют вкус. Вот эти грибы относятся примерно к той же самой истории. Называются они трутовик овечий. В лесу их сейчас очень много. Их практически никто не знает и не берет. Но они им гораздо лучше дождевиков. Они плотнее. Нижняя часть ножки, вот эта вот, лучше выкидывать. Она малосъедобная, достаточно жесткая. Вы, в принципе, все можете подойти, посмотреть, потрогать, пощупать. Кто хочет полизать? Да, понюхать обязательно. Для всего. Жарить можно? Да. Они готовы к употреблению чуть ли не в сыром виде. В принципе, я тоже не сторонник к употреблению сырых грибов. В Европе это очень любят. Но наши желудки, они не приспособлены для поедания грибов. Человек начал есть грибы не так давно, да. И дело в том, что у нас грибы же, они, ну, в различной вариации, где-то от 30 до 90 процентов, состоят из хитина. Что такое хитин, вы знаете, да? Это из то, из чего состоят насекомые. В принципе, это полезная клетчатка, но она практически не усваивается организмом. Почему грибы считаются диетической пищей? Потому что, ну, все, что вы практически съели, те калории, которые вы получили, организм потратит на то, чтобы их вывести. Потому что, ну, человек мало приспособлен для поедания грибов. Ну, вот эти грибы очень хорошие. Они имеют такую тоже сырную консистенцию. Они беленькие, чистенькие. Можете подойти, взять, да, повертеть, понюхать, сесть обратно вместе с грибом. Называется трутовик овечий. Отличить его от других трутовиков достаточно просто. У него есть ножка. У трутовиков, ну, достаточно часто ножки нет. Они обычно растут как бы на дереве. У этого есть ярко выраженная ножка, достаточно длинная. Запах красный. Которая в пищу не идет. Запах грибной. Я бы сказала, древесный. Древесный грибной. Ну, вы знаете, это как бы тоже на любителя. Есть эталонный запах белого гриба. Все, что сравнивается с белым, оно, конечно, теряется. Грибов первой категории не так много у нас растет. Это белый гриб, рыжик и грусть. Все остальное, все остальное по категории ниже. Эти к четвертой относятся. Ну, вы понимаете. Их неплохо мариновать. Они достаточно плотные. Если вы их будете мариновать, во-первых, если их отварить, они поменяют цвет. Они будут такие лимонные, зелененькие, очень красивые. Ну, и опять же таки, тоже их, да, можно нарезать достаточно интересными какими-то формами. Они, ну, вот видите, да, практически это, да, хольмар. Да, и в маринаде они очень неплохие. То есть, баночку трутовиков овечьих рекомендую сделать. Будете вы, не будете есть, возможно, найдут гости. Вот, да, да. Вы их удивите. Нет, отравиться ими невозможно. Опять же таки, если вы их маринуете, вы же их отвариваете. А все грибы, которые не привязаны к первой категории, лучше всего, конечно, термически обрабатывать. Так что, вот эти вот белые грибы, условно белые грибы, вот, в принципе, да, они широко употребляются везде, они абсолютно не ядовиты. Есть их можно, нужно, собирать их можно. Пожалуйста, жареха, пожалуйста, сушить, мариновать, солить. Для всего эти грибы пригодны. Сразу же отложу подберезовик, случайно сюда затесавшийся. Я думаю, что все знают, как выглядит подберезовик, да, и нет смысла. Разрезы есть, посмотрите. Да, есть, давайте разрежем. Возьмите. Вот он, он... Он зефирный такой, вот консистенция зефира. Посмотрите, просто у меня прямо на участке их много, наверное, ты знаешь, выхожие. Маленькие, берите самые маленькие. Вообще, в принципе, любые грибы, любые грибы. Надо собирать молодыми. Потому что, да, чем дольше грибы растут, тем больше они накапливают. И опять же таки, зависит от частоты региона. Вот в чем дело. А у нас дети ходят и по ним ждут, когда созреют, и по ним ждут. Да, 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 вот до этой консистенции, конечно, когда они уже пылят, и есть их не следует. Они должны быть внутри белые. Бывают они разные. Вот этот шиповатый, бывают разные, бывают без ножки, бывают абсолютно круглые, бывают размером с мяч. Они всегда белые. Сероватые. Внутри должны быть белые. Если они сероватые... Сверху, да. Сверху, да. Сверху, ну вот растут такие шипики. Вот это вы называете сероватые. Ну нет, они просто злобают, даже сверху окажутся. Бывают, бывают. Да, да, да. Это они же. Но внутри должны быть белые все равно. Снаружи они могут. Абсолютно. Несъедобных похожих нет. Если вы разрежете, и он внутри не белый, это несъедобный. Есть ложный дождевик. Но вы его разрежете, и вы поймете. Внутри он будет выглядеть непривлекательно. Он будет выглядеть или как уголь, или серый. Он будет более плотный. У него не будет этой зефирной консистенции. И в принципе, они же тоже не ядовитые. Они просто несъедобные. Это не еда. Вы это не сможете съесть. Это невкусно. А отравиться, ну, достаточно сложно. Это же ведь они когда-то подрастают, пылят. Пылят, да. Да, но это уже как бы стадия споровая, когда они размножаются. В принципе, все грибы превращаются или в ничто. Ну, вот что касается подберезовиков. Я не знаю, вы собираете их? В принципе, я их не собираю. Вы просто здесь живете, а в местах даже такого зачастника нет. Дело в том, что они абсолютно все червьевые. Вот этот подберезовик болотный. Ну, вот он выглядит, да. Смотрите, мы... Ну, мы отрезаем ножку. Да, ножка... Сейчас посмотрим. Сейчас причем вокруг очень... Ну, практически, да. Вот кусок ножки хороший. Когда мы разрезаем шляпку... Как вам шли. Вот нормальный экземпляр. Вот это нормальный экземпляр, потому что это другой вид подберезовичка. А как это тернаковый? Это нет, не червьевый баловик. Это подберезовик настоящий. А вот это подберезовик болотный. Да, подберезовиков же тоже очень много видов. И они вот с более толстой ножкой, они более плотные, и меньше повреждаются насекомые. Кстати, у него даже разная губка. Вот в этой губке есть маленькие поры. Это все следы от личинок. Если мы его разрежем, возможно, червячков вы не увидите в белой мякоти. Но вот в этом трубочном слое они обязательно будут, если вы их посушите и потом положите в супчик. У вас всплывут белые личиночки. Нормально белок можно снять? Белок нормально, если вы будете его жарить. Пожарить его, конечно, можно. Если вы жарите грибы, едите, да. Конечно, никто этого не увидит. Это червяки. Если мы их не видим, они тоже съедобны. Вот это же самое главное, надо сказать, что не отравишься. Не отравишься. Нет, червяками ни в коем случае не отравишься. Но просто сушить, как бы, да, суп, в котором будут плавать сверху сушеные червячки... А вы слышите, они не убегают? Нет. Это, кстати, больше фрактем. Не убегают. Здоровые червячки для белых. Здоровые червячки для белых – это проволочник, который жрет картошку. Длинные такие оранжевые червячки. Ну, потому что другая консистенция. Потому что это как бы грибная муха, которая поражает личинками. А проволочник, он идет уже снизу ножки. Ему там хорошо, он думает, что это картошка. Да, да, да. Ну, разные насекомые предпочитают разные грибы. А про желтые расскажите? Про желтые. Про желтые. Вот это вот? Нет, желтые. На пазамку как-то. Да, вот это. Вот это, да? Да. Слушайте, ну вот это совершенно замечательные грибы, которые вы должны будете полюбить. Я очень как бы топлю за них. Их очень мало собирают. Можете подойти, все взять их в руки, повертеть, понюхать. По грибам? Да, я... Нет, давайте посмотрим. А кому-то много сразу. А, ничего. Можно один. Вы знаете, все равно я не сторонник того, чтобы изучать грибы по книжкам. Потому что, ну, их все равно надо... Вот этот гриб можно поедать даже в сыром виде. Вот этот? Это деликатесная лисичка. Сейчас я найду нормальную. Они в лисичках. Ну вот лисичка настоящая, да? А вот в хвойных, они растут в елках. Они растут в елках во мку. Называется лисичка трубчатая и лисичка желтеющая. Это два схожих вида, которых достаточно сложно отличить. То есть я думаю, что это, скорее всего, лисичка желтеющая. У лисички трубчатая и ножка такого же цвета, как и шляпка. Трубчатая, обычная наша привычная лисичка? Обычная ваша привычная лисичка лежит вот рядышком. А это трубчатая? Она называется настоящая. Есть настоящая и есть желтеющая тоже. Вот настоящая лисичка, у нее белая ножка. У желтой лисички желтая ножка. Вот это желтеющая. То есть у нее ножка желтая, сама лисичка коричневого цвета. Они начинают идти только сейчас. Я очень рад, что я их нашел, потому что, в принципе, это одни из немногих грибов, которые вы можете собирать. Я их собираю до Нового года. Они, им не страшны заморозки. Они, как только наступают... Да, они как только наступают, они стоят, звенят в лесу, в снежке. После того, как наступает оттепель... У нас очень часто наступают оттепель. И есть и в декабре, и в ноябре, и в январе. Снег не всегда выпадает вовремя. Что делать? Все. Начиная с... Я их сушу. Я их сушу, я их отвариваю, замораживаю. Их очень много. Поверьте, их много. Они не встречаются по одной. Обычно они встречаются очень большими группами. Они очень вкусные. В принципе, все, что я сюда принес, вы потом можете забрать, показать, дома кому-то оставить себе на память. Ну и вот как бы, да. Или съесть. Кремом можно вот про вот такие желудки. Подходите, показываете. Самые поганистые на вид. Вот эти вот. Самые поганистые на вид. Да. Между прочим, абсолютно два разных гриба. Два разных гриба. Сейчас расскажу. Ну, давайте начнем с того, что все трубчатые грибы, чем отличаются трубчатые от пластинчатых, вы понимаете, да, у трубчатых трубочек и у пластинчатых пластинки. Вот. Все трубчатые грибы съедобны, которые растут в Ленинградской области абсолютно все. За маленьким исключением. Вот такой гриб, кто знает. Да, это ложный, называют его желчный гриб, гриб-горчак. Но многие его успешно едят. Он абсолютно горький. Я не представляю, как возможно доварить его до такого состояния, чтобы эту горечь убрать. Но, тем не менее, он не ядовит. Его используют как приправу, правильно. Наверное, его иногда сушат, перемалывают в порошок. Но, честно говоря, мне проще купить дома перец. Тем более, он не острый, он, зараза, горький. То есть, я не знаю, есть любители как бы горького вкуса. Сейчас, да, поэтому я начну не с этих грибов, а с него. Да, мы обязательно посмотрим его в разрезе. У меня где-то их две штуки. Сейчас расскажу, сейчас все посмотрим. Потрогаем, понюхаем, послушаем. Сейчас я найду второй гриб. Вот он, второй. Второй горчак. Так. Во-первых, да, проще всего. Постук, поскольку он не ядовит, вы можете действительно его лизнуть. Постук, поскольку, как мы выяснили, все трубчатые грибы съедобны, отравиться вы не отравитесь, вы горечь сразу же почувствуете и не испортите весь ваш сбор, потому что он может легко попасть. Многие путают его и с подберезовиками, и с белым грибом. Но, во-первых, у него при надавливании розовеет губка. Но у многих подберезовиков тоже розовеет губка. Поэтому это не самый верный признак. Но смотрите, у него достаточно ярко выраженная зеленоватая ножка, такая оливковая. Да, да, да. Все-таки, например, у белого гриба, вот она больше каштановая, да? То есть, в принципе, вот эти вот оттенки, она никогда не уходит в оливковый цвет. Вот сколько у меня здесь белых грибов? Раз, два. Сейчас, 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 сейчас. Да, вы видите, да, вот какая ярко выраженная зеленца у горчака. Вот он, видите, уже начал розоветь. Сейчас я его разрежу. А еще вот про эти-то два. Сейчас, 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 давайте все по порядку. Все по порядку. Слушайте, ну вот этот гриб четвертой категории. Самый, самый такой, ну, мало... Да, простой и не очень вкусный. Практически после термообработки теряющий все свои вкусовые характеристики. Козленок, козляк. Да. Отличить его легко, у него достаточно крупные поры. То есть, у остальных трубчатых грибов губка достаточно мелкая. Козлят замечательно, да. Вот таких козлят вот в таком виде. Да. Вот в таком виде их замечательно мариновать. Но, 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 если вы их маринуете, вы знаете, да, какого цвета они становятся. Они становятся синий. Да, 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 да. Они становятся такого неприятного. Да, ну, вы знаете, кто как любит, опять же таки, да. Ну, вот кто как любит. Но, дело в том, что, да, у них нету такого вкуса, ради которого их стоит собирать. Сейчас грибов очень много. Да, в негрибной год, правильно, совершенно верно. В негрибной год, пожалуйста, как козлят, просто море. От них не протолкнуться в лесу. Вот это что это? Сейчас давайте закончим с трубчатыми тогда дальше. Вот это маховик зеленый. Дело в том, что маховики зеленые часто повреждаются плесенью. По своим вкусовым характеристикам они чуть лучше козляка. Но губка у них тоже достаточно, да, крупная. Но мякоть у них такая более сочная. Они в разрезе желтые. То есть козляк, если мы его разрежем, он будет беленьким. И червимым, скорее всего. Вот этот маховик зеленый будет зеленым. Отличить просто оливковая шляпка, желтоватая, зеленая, оливковая мякоть. Хороший, в принципе, съедобный гриб, но, скажем, тоже четвертой категории. Самые, наверное, малоизвестные грибы из трубчатых это польские. Почему-то их называют ложными подберезовиками, ложными белыми. Абсолютно не собирают. Хотя по своим вкусовым качествам очень неплохие грибы. У них каштановая шляпка. В принципе, спутать их можно, ну, наверное, только что с белым. Потому что, смотрите, да, цвет ножки похожий, как у белого. Цвет шляпки похожий, как у белого. Но по вкусу они немножко проигрывают. Внутренняя губка у них достаточно отличается от белого. Она менее интенсивная. Это раз по цвету. Во-вторых, она синеет. Это польский гриб. Польский гриб синеет весь. Видите, у него началась синеет губка. Через какое-то время у него начнет синеть ножка. При надавлении, вы видите, сразу же появляется синева. Это польские грибы. Их очень много. Почему-то их никто не собирает. Опять же-таки, я предлагаю их собирать. А лизонь не берет, да? Нет. Они обычные, кстати, гора. Это хорошие. Они, да, они бывают достаточно крупные, кстати. Да, 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 да. Сейчас я их одновременно буду сортировать. Ну вот, они бывают достаточно крупные. В принципе, их можно спутать с белыми. Опять же-таки, сушить их великолепно. Суп из них светлый. Если вы варите грибной суп из свежих грибов. Ну, не очень обычно любят, когда суп темнеет, поэтому варят из белых. Из польских тоже будет светлый, хороший суп. Это хороший балет. Сейчас, сейчас, подождите. Сейчас, 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 сейчас. Слушайте, ну, с опятами, я так понимаю, в сенаты здесь, да? Нет, лучше нет. А в сенате? Ну, поэтому я принес, да, один такой вид опенка, который сложнее всего спутать с какими-либо другими. Это осенний опенок, его огромное количество. Есть у опят очень опасный ядовитый двойник. Это галерина окаймленная. Раньше он более в теплых регионах обитал. Сейчас он у нас достаточно распространен. Его можно спутать с летним опенком, его можно спутать с зимним опенком. Но вы его никогда не спутаете вот с этим опенком. Это опенок осенний. Он достаточно крупный. Он толстоногий, он мясистый. Он, ну, у него очень характерный вид. То есть, в принципе, я думаю, что если вы сейчас посмотрите... Нет, спутать его невозможно ни с чем. Я их немножко сейчас буду здесь тоже откладывать. Они бывают вот такие вот толстоножки, называют их еще гальскими. Они очень хорошие. Они вкусные, их прекрасно жарят, их прекрасно сушат, солят, маринуют. Маринованные опята вообще, в принципе, такой достаточно известный деликатес во всем мире. Мужик, пожалуйста, а у двойника тоже чешуйки на шляпке? Нет, нет чешуек. Шляпка абсолютно гладкая, и она, как у летнего опенка, такая, знаете, как немножко подмокшая, коричневая. Вот с летним опенком его легко перепутать, с зимним тоже, потому что вот... Я даже не буду рассказывать нюансы, которыми они отличаются, потому что, в принципе, ну, это опасно просто. Поэтому зимние опята и летние опята лучше, если вы, ну, не знакомы, если вам не показали вот... Да, вот с этими просто. Эти вы ничем не спутаете. Потом можете поближе посмотреть. Вот, они хорошие, вкусные, их сейчас очень-очень много. Сейчас пошел их слой. Так, с маслятами я тоже, думаю, все знакомы. С масленком есть, да, легко достаточно его определить по липкой шкурке. Да, шкурка легким движением руки, брюки превращаются, превращаются брюки. Да, ну, характерное отличие масленка настоящего, то, что с него легко счищается шкурка. И шкурку надо стещать обязательно. Дело в том, что у многих желудочные расстройства именно от этой шкурки появляются. За что не очень любят опенок, возлифунный масленок. С ним очень много возни, и можно получить расстройство желудка, если вы не удалите все пленки. А пленки есть и на ножке, пленки есть и на шляпке. Так, это очень хорошие грибы. Но, опять же-таки, наберете их очень много, возиться будете с чисткой маслят дольше, чем их собирать. Вот маленькие маслята. Да, это да. Не, ну, в принципе, да, это хороший гриб. Это хороший гриб, но не для ленивых. У меня дома меня выгоняют с маслятами. Вот, под угрозой. А еще, видите, разновидность тоже опят. Их огромное количество, ну, их условно объединяют под общим названием опенок осенний. Они имеют совершенно разнообразную расцветочку. Зеленоватые, коричневатые, беловатые. Они растут как на лиственных, так и на хвойных деревьях. Все они съедобные. И вот по этим чешуйкам и плотной толстой ножке их, в принципе, легко узнать. Юбочка. Все как положено. А у ложных тогда что? Юбочка нет? Вы знаете, вы сразу же увидите, да. Вы сразу же увидите, они достаточно сильно отличаются. У них, ну, во-первых, ножка у них всегда тонкая. Ножка тонкая, ножка хлипкая. При надавливании она плющится, эта ножка. Бывает. Дело в том, что все признаки, все признаки опят, ну, да, поскольку это одно и то же семейство, у них у всех бывают и юбочки, у них у всех бывают все признаки опенка, да. Но вот когда вы его нажмете, вот этот, вот даже у меня, это я собирал вчера, думал, мало ли я не найду сегодня. Да, она достаточно упругая, она восстанавливается, она плотная. Ножки не очень опять, в принципе, едят за их жесткость. Ну да, но у ложных опять такой жесткой ножки нету. Она может быть черная, она может быть покрыта белыми хлопьями, она может быть такая немножко влажная. И тоже верный признак, опята растут вот такими сростками. Ложные, вот эти вот галерины окаймленные, она немножечко раздвигается. Вот таких плотных сростков она не образует. То есть это, ну, в принципе, хороший признак тоже. Потому что на одном и том же пеньке могут расти несколько видов разных опят. Есть, опять же таки, несъедобные опята, но они горькие. Рекомендую пробовать на вкус, если вы сомневаетесь. Так, что у нас тут дальше? Потихонечку вот я буду откладывать лисичку трубчатую желтеющую. Все-таки очень рекомендую вам ее брать. По поводу свинушки. Ну, со свинушкой все понятно. Очень не рекомендую употреблять. Очень не рекомендую. В принципе, все последние исследования доказали, что грипп исключительно ядовит. Имеет свойство накапливаться в организме. Абсолютно не выводится ни через почки, ни через надпочечники. Оседают вещества, содержащиеся в свинушке, и в печени. И, в принципе, для организма они очень вредны. И, ну, честно говоря, сомнительно вкусны. Я, к сожалению, не нашел другую свинушку. Есть еще одна свинушка. Свинушка толстая. Они вообще, в принципе, относятся к разным видам грибам. Шляпки у них похожи. Но ножки у них как олень-епанты. Они темно-коричневые. И имеют такой, как мех на ножке. Эти свинушки съедобные. Они достаточно толстые. Ножка у них большая. Их можно есть, но они тоже не очень вкусные. Их надо вымачивать. Потому что они горчат. Они им дают черный такой сок, пачкая другие грибы. Поэтому, опять же-таки, в хороший год брать их нет смысла. Так. Вот гриб, наверное, который мало кто видел. Называется он гиропорус синеющий. Это краснокнижный гриб. Крайне редкий. Исключительно вкусный. Исключительно вкусный. Если вам повезло его встретить... Да, я рекомендую запомнить это место и приходить туда. Грибы, ну, достаточно небольшая группа грибов. Имеет вкус и запах не как у белого эталонный, а ореховый. Вот эти грибы относятся к тем, которые пахнут, как орех. Как фиолетовый паутинник, как орех. Да, их есть, да, определенная группа. С паутинниками отдельный будет разговор. Я сейчас разрежу. Да, можно. И вы посмотрите. Во-первых, да, ну, легко узнать, потому что гриб белый и синеет. И два, ножка внутри полая. Как он еще раз полностью называется? Гиропорус синеющий. Гриб-синяк. Гриб-синяк, да. Легко запомнить. У него очень плотный трубчатый слой. Я рекомендую, да, я рекомендую их мариновать. Они замечательно маринуются, они вот плотность, форму и консистенцию свою сохраняют. Грибы редкие, вкусные и необычные. Цвет у них вот меняется от василькового до бурова. Ну, грибом, да. Кому древесиной, кому подвалом, да. Что-то не любите вы грибы. Слушайте, ну, у меня есть деляночка просто, да, за которую я ухаживаю. Сегодня я решил принести, да, чтобы вы посмотрели. Потому что все боятся вот этой синевы. На самом деле бояться ее абсолютно не следует. Она после отваривания уйдет. Практически вся синева, ну, очень многие грибы синеют. Не так интенсивно, но они синеют. После отваривания, да, да, эта синева не сохраняется, они будут абсолютно беленькие. Как только вы их поварите 5 минут, они, вся эта синева уйдет. Они абсолютно побелеют. При отваривании. Навсегда. И не возвращается. Как порой. Переходят к тому, кто его съел. Это какой-то кошмар и ужас тогда. Нет, хороший гриб очень рекомендую, если найдете его. Не вытаптывайте, конечно, грибницу. Гриб очень плохо размножается. Он вообще-то грибница ежегодно на одном месте может там... Да, 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 да. Но что значит вот краснокнижный гриб? Люди говорят, краснокнижный гриб, значит, нельзя собирать. На самом деле, ну, вот если бы яблоня была краснокнижным деревом, яблоки от того, что вы собираете, дерево не страдает абсолютно. Вот. И не очень-то... То есть, крану споры распыляет? Даже не споры. Грибница, в принципе, размножается сама вот своими доотводками. Для того, чтобы гриб размножился спорами, его нужно съесть. Дело в том, что гриб вступает... Споры гриба, как правило, вступают в взаимодействие с желудочным соком. То есть, животные, которые едят грибы, потом какают. И оттуда, вместе с удобрением, эти споры и прорастают. То есть, в принципе, от того, что вы гриб съедите, он вам только скажет спасибо. Вот. Поэтому нет никакой разницы, будете ли его выкручивать, будете ли его срезать. От этого грибница ни тепло, ни холодно. Не вытаптывайте, не вытаптывайте, не нарушайте подстилку, в которой живет мицелий. А пересадить можно? Пересадить. Дело в том, что большинство вкусных, хороших грибов, они микоризные. Они образуют такой симбиоз с деревом. Они сожительствуют с деревом. Если нет рядом. Да, вот от их вот этого адюльтера образуются плодовые тела. То есть, ну почему подберезовики? Подберезовики, они вступают в отношения с березой. Подосиновики с осиной. Белые не слишком разборчивые, они, в принципе, да. Да, да, да. Вступают в отношения со всеми. Что касается, да, Геропоруса, то тут вообще дело темное. Говорят, что с Черемухой он дружит. Поэтому он в лиственных лесах встречается чаще, наверное, чем... Ну-ну-ну-ну-ну-ну, не надо меня есть. Так. Именно куклу стремится. Пошибать, пошибать. На лоб, на лоб сделай. Ладно, она улетит. Надеюсь, она меня не съест. Так, кто знаком с Черными Лисичками? Их надо сфоткать. Черные Лисички обязательно надо сфоткать. Это всемирно признанный деликатес. Они достаточно дорого стоят по всей Европе. Сейчас я их буду потихонечку... Да, их называют трюфель на ножке. Их называют трюфель на ножке или трюфель для бедных. А они редкость? Они не редкость. Они не растут, например, в Московской области. Они насквозь, они сквозные. У них практически нет корешка. Я их вот тут выдирал здесь с корнем. Но если вы их срезаете, корешок у них несъедобный. А так он насквозь пустой. Корешок есть не нужно. Корешок отрываете, отрезаете. Самое лучшее применение Черным Лисичкам это посушить их, смолоть их в порошок. И это будет замечательная приправа, которой вы будете пользоваться практически при применении любых брюд. Молотую Лисичку добавляют в кофе. Молотую Лисичку добавляют в мороженое. Они дают сумасшедший запах, если их высушить. Я вам оставлю. Можете попробовать. Сумасшедший запах. Он смесь такого, знаете, он грибной запах, близок, наверное, к эталонному. Все-таки запах ближе к белому, наверное, чем к трюфелю, я бы сказал. Хороший запах. Честно говоря, запах трюфеля, он достаточно специфичный на любителя. Этот запах вам понравится 100%. Где местечки черные? Черные, вот я их сижу, откладываю. Лучше всего их будет, да, посушить и смолоть. Они бывают серенькие, бывают черненькие. Растут они так же, как и любые другие лисички в елках. Все лисички любят елки. На самом деле, семейство лисичек, оно достаточно большое, и все лисички съедобные. Даже что-то, если похоже на лисичку... Здесь где-то прямо... Да, конечно, я собрал это здесь, на выборском направлении. Да, да, да. Дело в том, что когда люди грибы не знают, они их не видят. Есть такое свойство глаза. Если ты что-то не знаешь, ты это не замечаешь. Сегодня вы их увидели, я уверен, что когда вы пойдете в лес, вы обязательно их встретите. Потому что вы уже знаете, как они выглядят. И, в принципе, эта грибница, да, если ее запомнить, я собираю с одной деляночки где-то три урожая за сезон. Плодоносят они с конца августа, и тоже достаточно долго. В Европе они почему-то начинают плодоносятся с ноября. Например, им жарко, их называют трубы мертвецов, потому что в день поминовения, 2 ноября, они начинают расти. У нас они растут с конца августа. Грибы очень вкусные, ну, сравнимы, сравнимы, очень близки к белым, собирать их, ну, просто нужно. Это хороший деликатес. В принципе, все, что угодно. Их ездят и сырыми. В ресторанах очень часто добавляют в блюда сырые. Вам добавить немножко? Дело в том, что если вы их пожарите, я считаю, что деньги на ветер, потому что вы не найдете, ну, достаточного объема, чтобы их нажать. Вы представляете, они тоненькие, как бумажка, да. И если вы будете их жарить, у вас, ну, практически ничего не останется. А в сушилке, я не знаю, я все сушу в электросушилке. Замечательная электросушилка, выставляет температуру на 70 градусов. Они высыхают достаточно быстро. Вы берете ее, разламываете, они не червивят. Но разломить лисичку нужно, потому что внутри может кто-нибудь жить. Какая-нибудь сикарашка, да, или... То есть вы ее просто разламываете, кладете в сушилочку, корешок вот этот отрываете, вот. Насыпаете достаточно плотным слоем, они очень быстро высыхают. Потом можно смолоть или в кофемолке, или в блендере. Вот, порошок будет очень ароматный, вы удивитесь, запах многократно усилится. В общем, этот гриб вам понравится обязательно, поэтому очень рекомендую вам запомнить. А, неважно, он же сухой, да. Ну, кто так любит, сушеные грибы обычно хранят в пакетиках. Я, в принципе, в баночку насыпаю. Ну, большой пакетик вряд ли получится. Да, да, сухие грибы в пакетик, но тоже с молотов порошок. Оно, в принципе, прекрасно лежит в герметичной таре. Так. А кто-нибудь в курсе, что в Ленобласти растут трюфели? Да вы что, черт, я хотел удивить вас. Давайте ближе к трюфелям. Вот это трюфели. Опа. У нас бывают? Да, они у нас бывают, и дело в том, что они бывают в огромном количестве у нас. Проблема, да, в том, что вы их не увидите никогда. Их надо рыть. Их надо рыть. Показываются из земли они достаточно редко. Это трюфель. Это, конечно, не тот трюфель, который деликатесно и стоит огромное количество денег. Сразу же телефоны разошлись, да? Но, тем не менее, это трюфель обычный. Трюфель обычный. Так он в классификации является. А может быть, когда созревает, он темнеет, да. Ну и смотря, в чем он сидит. Если он глубоко в земле... А можно отрезать? Да, сейчас мы разрежем его обязательно. Сейчас мы обязательно его разрежем. Так, как бы это... А, тут... Опять же-таки, если вы хотите посмотреть в интернете, набирайте слово «ризопогон». Называются эти трюфели «ризопогон». То есть, вот так они торчат, получается? Они торчат очень редко. Если повезет... Ну вот, если они на траву, то есть, получается... Да. Есть такая плотная подстилка, не лесная, которая проваливается, а достаточно плотная. Если проходит дождик, эту подстилочку размывают. Это я собирал вдоль озера, там, где вода иногда наступает на берег, и там почву размывают. Что, не повезет? Можно его варить? Не-не-не, ни в коем случае. Разрежем, сфотографируем. Опять же-таки, если вы хотите употребить пищу, собирать стоит молодые тела, которые в разрезе будут светлые. Он всегда плотный или бывает с пустотами? Нет, не бывает с пустотами. Очень плотная мякоть. Мякоть исключительно плотная. Что с ним делают? Что с любым другим трюфелем? Натирают на терке. Да, да. Вот это старая особь. Видите, он внутри уже почернел. Молодой необык. Это уже, да, поэтому... А как еще вы его находите? Случайно. Я его не заготавливаю. Я не любитель... Ну, все-таки, чтобы показать, нам нашли же. Ну, чтобы показать вам нашел. Слушайте, ну и опыт не пропьешь. Я даже не знаю, чем еще можно это объяснить. Но я достаточно наблюдательный человек. А у вас это профессия, да? Нет, это не профессия. Хобби? Это хобби. Исключительно хобби. Я не имею никакого отношения к микологии. Я исключительно грибник-любитель. Поэтому я не говорю вам никаких латинских названий. Тоже, пожалуйста, кто хочет, можете забрать себе на память. Ну, может, кто-то захочет попробовать. А есть какие-то признаки, где его можно искать? Вот этот. Слушайте, ну он растет повсеместно, да. Нет, я просто хочу... Признаков особых нет. Не, ну удивить, опять же-таки, можно. Это не деликатесный трюфель, у него нет такого аромата. А его использовать так же деликатесный еще бы надо? Слушайте, нет, его используют, как правило, сырым. Вы его чистите на маленькой терочке, добавляете в блюдо. В принципе, можно тонко нарезать и высушить, и сделать порошок. Сейчас расскажу, сейчас расскажу. Слушайте, по поводу этих грибов... Да, колпаки, кто сказал колпаки? Очень хорошо. Девушка знает, вероятно, дело, да? Нет, я знаю, что это есть. Да, с этими грибами достаточно такая история известная. Их активно, да, их активно начали употреблять в Ленобласти во время блокады. Потому что, ну, до этого они считались за поганки. Потом выяснилось, что это очень неплохой гриб, очень долго не могли определить его классификацию. Сначала его определяли к шампиньонам, теперь его определяют к паутинникам. Ну, дело в том, что с паутинниками всегда все очень сложно. Грибы, эти вкуснее сыроежек, одно могу вам сказать. Если вы собираете сыроежки, выкиньте сыроежки и начните собирать колпаки. Спутать их с другим грибом достаточно сложно. Они светлые, большие они вот такие вырастают, желтеют. С чем их можно спутать, я тоже принес. Сейчас покажу. Колпак кольчатый, рот паутинник. Сюда тоже вам положу. Кто хочет посмотреть, давайте я разрежу один. А что с ним делают? Все. Считаются они условно съедобными, но их прекрасно жарят. Они очень вкусные жареные. По крайней мере, лучше сыроежек. Можете понюхать, они вкусные. Да я их ела. Собрали, когда не было грибов. Когда не было грибов, да. Всем было хорошо, одно меня тут. Ну, собирать рекомендую нераскрывшийся гриб. То есть, вот это уже не пищевая кондиция. То есть, пока он находится... Называют фрицем. Вот за эту шапочку. И вот в такой кондиции его едят. А в такой кондиции уже не рекомендуется, потому что образуется споровый порошок. Вот здесь он уже желтеет. Если вот этот грибочек, который я развил, он светленький. Этот уже темненький. То есть, пока он светленький, чистенький, с нераскрытой шляпкой, колпаки вы можете собирать, они растут у нас достаточно изобильно. Похожий на колпак гриб тоже относится к паутинникам. Паутинник браслетчатый. Нет, лисички нет. Ну, в отличие от колпака, видите, он немножко другого цвета. Во-первых, он рыженький. Во-вторых, у него есть такие оранжевые браслетики на ножке. Гриб тоже считается условно съедобным. Ну, дело в том, да, что с паутинниками всегда все очень сложно. Это огромное семейство грибов, среди которых, ну, немало ядовитых. Поэтому, в принципе, ну, вот на паутиннике браслетчатый, например, должны быть 2-3 браслета. Если один браслет, могут быть варианты. Поэтому вот эти красоты я не рекомендую вам собирать. Ну, я принес их для сравнения с колпаком. Чтобы вы видели, да? Похожи, но... Колпаки всегда посветлее. Всегда посветлее, никаких у них цветных браслетов нет. У них, может быть... Да, совершенно офигенский, правильно? Офигенски, это правильное слово, да. Ну, вы, в принципе, можете понюхать это в сыром виде. Он сразу там проходит. Понюхать, да, кстати, стоит. Если кто-то, да, обладает чувствительным нюхом, да, попробуйте отличить на запах один паутинник от другого. Я буду рад, если у вас получится, у меня не очень. И этот. Да, более интенсивный запах. Грязь пока. Да, глиной, по-моему. Грязь какой-то пахнет. Ну, запах не всегда... Дело в том, что признак хорошего гриба. Дело в том, что бледная поганка замечательно вкусно тоже пахнет. И те, кто выжил, а в ее употребление говорят, что ничего вкуснее не ели. Да, поэтому сильно не обольщайтесь. Ядовитый гриб совершенно не значит горький. Признак то, что он червивый, не значит, что он хороший. Потому что, ну, да, у насекомых совершенно другие взаимоотношения с грибами. В том числе не только у насекомых, и у животных. Очень многие, ну, те же самые лоси активно употребляют мухоморы, от которых человек дохнет. Вот. С мухоморами все сложно, мухоморов я вам не принес. Хотя многие из них съедобны. Но у них, опять же-таки, очень много ядовитых двойников. Есть похожие мухоморы пантерный и серо-розовый. Они практически неотличимы. У серо-розового краснеет ножка. Но я все равно не рекомендую вам. Говорят, он очень вкусный. Но большой есть риск спутать с пантерным и очень сильно отравиться. Поэтому мухоморы не рекомендую собирать. Поэтому вам не принес. Есть знаменитый миколог Вишневский. Который выдвинул такой замечательный постулат. Все сиреневые грибы съедобны. Кто-нибудь хочет вот это съесть? Значит, мы не будем развивать тему про сиреневые грибы. Как называется? Это фиолетовый паутинник. Козий, да. Не фиолетовый паутинник. К сожалению, не фиолетовый. Есть фиолетовый паутинник. Он действительно вкусный. Но они вкусные, говорят очень. Но дело в том, вот это вот козий. Ну вот это козий. Если вы спутаетесь с козьим, у вас ждет большое разочарование. Потому что отличие от фиолетового, не очень приятный на вкус. Мягко скажем, да. Ваши вкусовые рецепторы удивятся. Ну и потом, да, с паутинниками все сложно. У них очень много различных видов. Миколок Вишневский очень авторитетный человек. Вот он, пожалуйста, говорит, все фиолетовое съедобно. Вам решать. Так, слушайте, ну, рыжики все знают? Рыжик. Рыжик ценнейший гриб. Ценнейший гриб после белого. Ну, это два гриба, которые относятся к первой категории. Белый гриб и рыжик. Которые тоже поедаются сырыми. Царская закуска. Это сырые рыжики, пересыпанные солью. Которые дали сок со сметаной. То есть их, в принципе, даже термически не обрабатывают. Проблема с рыжиками только одна. Они жутко червивые. Найти не червивых рыжиков, мне повезло. Не червивые. Вот, и бывают они тоже достаточно разной расцветки. Вот это... Сейчас покажу. Сейчас мы рыжики тоже отдельно отложим. Рыжики бывают еловые. Бывают настоящие. Сейчас я выкопаю вам настоящие еловые. И вы посмотрите. У них немножко отличается окраска. Признак у них один. Рыжие пластинки, которые вы потрете, выступит рыжий сок. Ни у одного другого гриба рыжего сока нету. Поэтому признак верный. Ошибиться невозможно. Вот рыжик настоящий. Видите, он более, да, рыженький. А вот еловые... Рыжики бывают даже синие. А говорят, есть какие-то рыжики несъедобные? Несъедобные рыжики, вероятно, это говорушка оранжевая. Мы знаем уже, что это сегодня. Волнушка мне, к сожалению, не попалась. Волнушка очень похожа на рыжик. Но ее тоже легко, в принципе, определить. Во-первых, она пушистая, да. Красивая такая. Она пушистая и она горькая. Волнушку надо вымачивать. Пожалуйста, вот про этого двойника волнушки. Кто-то говорит, нельзя есть. Двойник волнушки это кто, во-первых? Видите? Как его, пластинник? Пластинник, что ли? Пластинник, что ли? Нет, нет, нет. Я сейчас попробую найти. Слушай, волнушки, белые волнушки путают с белыми груздями. Но я не назову белых игру с несъедобным грибом. Это был розовый волнушки, что типа более бахромчатый гриб. И он по вкусовым качествам никакой. А я в сфере собираюсь. Честно говоря, первый раз слышу такую информацию. Если найдете, да, давайте посмотрим. Потому что волнушка относится к млечникам. Практически все млечники съедобные. Они по-разному. Одни более вкусные, другие менее вкусные. Одни условно съедобные. Да. Но есть горькие млечники, есть перечные млечники, есть перечный грусть. Есть скрипица. То есть, в принципе, их огромное количество. Но они-то все засолочные грибы, кроме рыжиков. Рыжик один из немногих млечников сладких, которые можно употреблять как сырым, так и жареным. Грибы очень хорошие. Честно говоря, в этом году впервые их встречаю в таком количестве, что, возможно, даже удастся ими запастись. Хотя они, конечно, безумно червивые. Где они? Рыжики обычно растут вдоль озера. Рыжики любят сырую подстилку. Вот эти вот темные рыжики растут рядом с елочками обычно. Вот эти рыжие рыжики, они растут обычно рядом с лиственными деревьями. Ну, тоже достаточно разнообразный гриб в своем окрасе. Ну, видите, ножичка червивенькая уже. Но шляпка хорошая. Гриб очень просто хорошего качества. С ним стоит повозиться, потому что он действительно очень вкусный. Потому что какие-то сумасшедших денег стоят закуски из рыжиков, которые изготавливают, увозят в Европу. Дело в том, что он практически не растет в Европе, ему там очень жарко. Но у нас он последние годы перестал. Вот мои места там... В этом году много, в этом году много. В этом году ищите, в этом году вообще очень грибной год. И, в принципе, грибной сезон только начался. И рыжиков достаточно много я встречаю. Вот они, я потихонечку сортирую и раскладываю. Хорошо, что посмотрели на серые, потому что они похожи на... Да, они похожи. Переворачивайте, вы с ними не ошибетесь. Видите, он зеленеет, он рыжает. Это просто да, он уже просто насквозь червивый. Потому что, в принципе, все остальные млечники, они не меняют цвета на срезе. Они остаются такими, какие они есть. Ну, вот обычный млечник. Вот, и, конечно, никакого, кроме белого сока, у него никогда не будет. Это серуха. Млечник серо-розовый. Солить плотный, хороший гриб. Их очень много. Все млечники можно солить. То есть, вы можете не бояться, если вы видите гриб, который похожий на млечник. Это, как правило, и есть млечник. Он выделяет горький млечный сок. Три дня мочить, потом можно холодный засол, горячий засол. Это уже на ваше усмотрение. Про рыжики, что-то замочите или... Просто пересыпаете солью, накрываете плотно тарелочкой и даете сутки настояться. Можно есть. И потом можно со сметаной... Да, да, царская закуска. Да. Как раз вы говорили, посолил, посолил и дядь. Ну, это опять же-таки на любителя. Дело в том, что, я говорю, наши организмы, они очень приспособлены для сырых грибов. Я бы не рекомендовал сильно злоупотреблять сырыми грибами. Все-таки я бы отправил их в длительный холодный засол, чтобы они вылежались, как положено, месяц. И ел бы их после этого, чтобы потом не засесть на туалете. Но дело в том, что вы потеряете вкус, жалко. Они лишатся большого... ну, части своего вкуса. Аромата. Да, да. Вы их просто засолите и дайте... Они у них... начнется процесс брожения. В принципе, ну, это не термическая обработка, это холодное, как бы, приготовление. И все будет с ними хорошо. Черный груз попался мне только один. Вот. Кто не знает, как выглядят черные груз, обязательно посмотрите. Многие путаются с свинушкой. Вот они свинушки. Да, поэтому внимательно посмотрите, чем отличается черный груз, чернушка, от свинушки. Он зелено-черный. Зеленоватая ножка, она, в принципе, ну, такое, наверное, характерное отличие. Вообще, он зеленоватый. Пластинки у него белеют, у свинушки они всегда рыжеют. И на срезе свинушка, ну, будет менять цвет на такой серый. Грусть, он обычно сохраняет белый цвет. И у него есть достаточно такой, ну, выступающий в разрезе везде такой белый сок млечный. И он более закручен всегда? Нет, не факт. Не всегда? Это нет, нет. Бывают свинушки очень похожие. Пока не сорвешь, не отличишь. Поэтому осторожнее, да, если вы не уверены до конца, что это черный грусть. Возможно, вам подсунули свинью, подложили. Поэтому лучше, конечно, не брать. Так. К сожалению, нашел я только два или три гриба, которые тоже хотел бы вам отрекомендовать. Которые очень неплохи на вкус. Называются они мокрухи. Мокруха еловая. Бывает мокруха еловая, мокруха пурпурная, мокруха пятнистая. Когда вы возьмете ее в руки, вы сразу поймете, что это мокруха. Она абсолютно мерзкая на прикосновение. Она покрыта вот такой слизистой неприятной пленкой. Выглядит неприятно. Но она очень вкусная. Она вкусная. Отличить ее от других грибов достаточно легко. Ну да, вот по этой слизи они будут мокрые. И у нее желтеет не с ножки. Когда вы отрезаете, он становится вот таким вот достаточно ярко-лимонным. И будет продолжать интенсивно желтеть. А еще у него как у масленка? Счистить всю слизь нужно перед приготовлением. Поэтому повозиться, наверное, стоит. Но она достаточно, видите, легко доснимается. Тогда развеется? Да. Хороший гриб тоже в огромном количестве. Они у нас сейчас растут. Не знаю, то ли слой прошел, то ли что. Я не нашел их достаточно много. Мокруха еловая. Есть мокрухи пурпурные. С пурпурными проще, они не покрыты такой слизью. К сожалению, она мне не попалась. Говорят, что она в этом году уже отнесена в Ленинградской области в Красную книгу. Ну, на вкус все хломастеры одинаковые в данном случае. Видите, интенсивно желтеющая ножка. Отличие мокрухи, да. То есть собрать и пожарить их, пожалуйста. Ты меня уже уронил себе в стакан с водой. Свинухи-то едят, да? Ни в коем случае. Абсолютно ядовитый гриб. Абсолютно ядовитый гриб. Зараз это все. Ни в коем случае. Крайне не рекомендую. Ну, если кто-то не видел, как выглядит подосиновик, да, я принес подосиновик. Но я думаю, что да. Сиро, что собирали и ели. Какая красота-то, да? Гляд, белая. С подосиновиками все понятно. Так это же не подосиновик. Это белый, это подосиновик. Да, да. Козлята, где у меня козлята, козлята, козлята. Козлята куда-то я отложил отдельно, уже не вижу. С левой стороны. С левой стороны. Это правая. Это правая. Так, козлята. Да бог с ними. Вот они, нашел. Так, что у нас тут осталось из мелочи? Рыжик. Так, да, с рыжиками, да, мы разобрались. Слушайте, да, с польскими еще раз. Да, посмотрите внимательно польские, потому что многие не берут. Очень хорошие грибы, их достаточно много. Они вкусные, хорошие. Определить легко, нажимаете, губка синеет. Синеет? Да. Да. Как вот это называется? Это называется трутовик овечий. Съедобный. Альбатрелус, абсолютно съедобный. Все грибы, которые здесь лежат, съедобные. Рыжик. Это не елова, это настоящая гриба. О чем я еще не рассказал. Кто-нибудь такие грибы собирает? Ой, нет. На самом деле, да, хрящевики, как их называют, аскомицеты, это в данном случае пицица. Пицица коричневая, она практически не имеет никакого вкуса, но может быть, кто-нибудь когда-нибудь ел корейские салаты с этими грибами. То есть, в принципе, у них интересная такая хрящевая консистенция. То есть, ну, это опять же таки можно сделать, добавив какие-то свои вкусы, да. Вот эти хрящевички вы можете все собирать, они практически все съедобные. То есть, несъедобную пицицу встретить, ну, достаточно будет сложно. Какого еще раз зовут? Пицица. Пицица коричневая в данном случае. Хрящевики? Да, как раз так хрящевики. Есть еще вот такие очень красивые грибы, которые называются телефора. Они не ядовиты, но несъедобны. Здесь нечего есть. Если вы найдете, я просто взял их для красоты, потому что, ну, это абсолютно гриб-цветок. И когда он высохнет, он, в принципе, сохранит свою форму, если в декоративных целях кому-то интересны грибы. Что еще осталось у нас? Вот еще нашел еще одну мокруху еловую. Сейчас мы ее тоже вскроем. Чтобы вы посмотрели. Они нам не особо вкусные. Они вкусные. Нет, ну, опять же таки, мы сравниваем с белым грибом. Конечно, белый вкуснее. Возьмите, сравните с масленком. С масленком одинаково. По вкусу одинаково? Да. С маслятами вы запросто можете... Если вы уже заморачиваетесь с маслятами, то, в принципе, почему бы вам и не заморочиться вместе с ними с мокрухами. Почему бы вы закатили? Почему бы вы закатили? Это... Так, вот у меня попался гриб, который, да, называют на самом деле масленок желто-бурый. На самом деле, чаще мы называем его маховиком. Он похож на маховик, но почему-то называется масленок. Ну, маховик классический, классический маховик зеленый, вот он такой. А это? Вот это называется масленок желто-бурый. Грибочек очень хороший, очень твердый. Прекрасный и в жарке, и в варке, и в мариновании. Как правило, чистенький, да. У него основание ножки синеет. Где-то у меня был... Слушайте, я забыл. Где-то еще что-то валялось. Сейчас расскажу, да, по поводу этого. Слушайте, это березовая губка. Я ее взял, кто заготавливает какие-то чаи, кто сушит какие-то травы. Штука жутко лекарственная, растет на каждой березе. Можете взять, потрогать, она немножко подсохла. Шинкуете. Кидайте в чай. Очень вкусно. А нельзя разрезать? Можно, нужно даже. Она беленькая. Растет она исключительно березе. Губка действительно, пружиняя. Березовая губка. Трутовик березовый. Где-то еще. Он просто высушит на толочке? Высушит на толочке, да. Он будет очень вкусный чай. Кроме того, он обладает огромным количеством противовоспалительных различных веществ, в том числе тоже противораковых. Растет на березе? Растет исключительно на березе. А, прямо на... Да, считается противораковым средством. Его только в чай или можно? А он, в принципе, ну, в супе он практически потеряется. Как правило, делают отвар. Можно, можно, да. Да, вот здесь есть маленькие грибочки. Слушайте, нашел я две штучки по поводу... Сначала высушить, потом кинуть. Должен раскрыться споровый порошок. Споровый порошок высыхает, когда высушите грибы. Почему они, в принципе, усиливают свой аромат? Потому что созревают споры. Можно порезать, можно столочь. Ну, опять же-таки, в порошке, во-первых, проще хранить. Вот эти вот маленькие грибочки, маховичок перечный. Желателем полизать? Можно полизать. Ну, видите, они достаточно грязные. Грибочки интересные, если вы найдете их много. Они всегда очень маленькие. Я тоже думала, что это козлята, только... Они отличаются красноватой губкой. Видите, они отличаются красноватой губкой от козлят. И они всегда такие достаточно хлипкие. Слушайте, они очень перечные. И у них вот это вот соединение с ножкой... Красное. Перечный. Немножечко, очень отдаленно. Но он должен, как бы, этот вкус раскрываться, как, знаете, у перца, который вы тоже сначала кусаете. То есть он как приманый? Да, его, в принципе, нет. Можно сделать замечательную баночку. Они не настолько острые, как перец, но они имеют такой перечный привкус. Просто, опять же-таки, ну, если вы собрали маховички и не обратили, что это перечные, чтобы вы не испугались, чтобы вы собрали что-то страшное. Это хорошие тоже съедобные грибы, но с перчинкой. А чем отличается от чаги вот эта губка? Ой, чага совершенно другой гриб. Чага, да, это практически врастает в древесину, да. Чага врастает в древесину, вы ее ножом практически не сможете спилить. Ну, иногда можно отломать, да. Да, 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 да. Чагу тоже не принес, ну, с чагой, не знаю, не очень пищевое, да. Да, 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 всегда. Значит, у меня дома... Девушка права. У меня дома очень насушена чага. С чагой погуглите, к сожалению, не принес я вам чаги. Ладно. Так, что еще осталось? Слушайте, замечательные маленькие грибочки всякие остались, которые я принес, конечно, для того, чтобы вы просто поняли, насколько разнообразен мир грибов. Съедобные? Рогатик язы... Ну, что вы все... О еде. Да, съедобные. На самом деле съедобные рогатики язычковые. Все грибы семейства рогатиков съедобные. Растут они достаточно большими плантациями. Уверен, что вы сейчас его посмотрите и тоже встретите. Они замечательные. Их, в принципе, тоже можно, например, замариновать или засолить. Они забавные. Я говорю, вот есть надо. Да. Иногда встречаются... Но лучше не надо, обязательно можно посмотреть. Вот такие вот желтые, вот такие вот. Вот такие, это грибы или что-то? Говорят, грибы. Вот такие желтые, что вы имеете в виду низ? Палочки. Палочки, это тоже, да. Палочки, пожалуйста. Вот, 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 про эти. Эти палочки, вы говорите. Да, да. Слушайте, с этими палочками отдельная история. Да. Их не то, что можно есть. Вот это вот совершенно конкретно изученный противораковый продукт, который останавливает рост саркомы. Потише. Называется колоцероклейкая. И они иногда большими такими. Большие и другие. Это ромария желтая. К сожалению, я не нашел вам. Хотел показать два замечательных гриба. Это ромария желтая из парасис. Но не нашел. Колоцеру клейкую легко отличить, она клейкая. Можете взять их в руки, посмотреть. Это вот колпаки. Колпак кольчатый, совершенно верно. И это вот цветок? Абсолютно. А вот этот рыженький ромария или как? Ромария желтая, да. Они образуют достаточно большое плодовое тело. Очень вкусные, хорошие грибы. Вот колоцера, она редко вырастает больше, чем с кулачок. Ну, набрать ее можно. Это замечательное тоже украшение. Да, очень красивое. И кроме того, она безумно лекарственная. Один из самых таких... Как угодно. Она будет абсолютно резиновая. Она не имеет никакого вкуса. Она будет, знаете, как будто из желатина сделана. Ну вот возьмите ее в руки. Она, в принципе, такой и останется. И что ее не сушить? Слушайте, ну лучше, наверное, ее отварить. Сушить? Ну, можно посушить. Я не знаю, честно говоря, я не пробовал, как она высохнет. А если отварить... Потому что как высушить резиновую шину? Я не знаю, да. Она не потеряет полезную? Нет, не потеряет. Нет, не потеряет. Она достаточно плотная. Она не отдает в воде те вещества, которые в ней есть. Денатурация белка не ведет к разрушению тех веществ, которые содержатся в этих грибах. Так что вот я вот отложу вам рогатики язычковые посмотреть отдельно. Это вот, которые... Это, да, вот, лисичка трубчатая. А вы по лисичкам не подскажете? Обязательно. Как обычные желтые лисички, только у них как у белого гриба снизу. А, ежевики. Ежевик, совершенно видно. Гриб ежевик. Да, да, да. Да, это трубчатый слой такой. Они очень вкусные, они хорошие грибы. Они, в принципе, как и лисички, относятся к грибам четвертой категории. Их можно употреблять, жарить. Ежевиков, к сожалению, я не нашел, да. А рогатиков внутри нету спорта? Там все плотненько, как зефир. В принципе, должно быть плотненько. Потому что они очень теккие. Я вам честно скажу, мне не приходило в голову их съесть, несмотря на то, что они съедобные. Но они просто милые, красивые и удивительные. Просто настолько не похожи на все остальные грибы. Я решил, что, возможно, вам будет интересно посмотреть на них. Слушайте, мне кажется, вы, наверное, неделю в лесу были, не может. Я собрал-то сегодня за час, я вам клянусь. Как вас зовут? Меня зовут Андрей, да, я не представился. Да, да. Спасибо большое. Спасибо.